Прежде чем озвучить свои соображения на тему идеи перевоплощения в кругу мировоззрения Николая Ануфровича Лосского, И, забегая вперед, скажу, прежде чем усомниться в жизнеспособности возводимого им дискурса, когда на границах философии и богословия словно поднимаются шлагбаумы и устанавливается, так сказать, безвизовый понятийный режим, остающийся в конечном счете все равно метафилософским, по избежанию недоразумений хочется определить позицию докладчика. Если бы я был богослов или философ, то критическое отношение совершенно было бы понятно. Я бы защищал интеллектуальную целостность цеха, к которому принадлежу, и тут весь пафос сосредоточился бы именно в этом. Но я литератор, словесник, и критерии здесь будут несколько иные, а именно, не в последнюю очередь важность критериев будет состоять в том, что я оцениваю образный строй, как если бы я подходил не к религиозно-философской системе, а к художественному произведению. Но, в первую очередь, задачей должно стать постановкой ответ на вопросы, постановка вопросов, связанных с совместимостью идеи превоплощения и догматических представлений, все-таки, о вечной жизни, например, и насколько вообще мировоззрение Лосского соответствует, например, молитвенной устремленности души верующего человека. То есть, все равно уклон в сторону богословия намечен. Переселение душ, строго говоря, для православного сознания неприемлемо при первом приближении, подобно тому, как, наверное, для философа малоприемлемо использование термина в статусе метафоры. Все представления становятся скользкими, размытыми. Сознание отказывается сотрудничать с безосновностью. Получается немножечко такая смешная картина, как если бы мы видели баскетбольное состязание футболистов. Оно может быть уместно на цирковой арене, но никоим образом не на стадионе. Вот в Петербурге есть такой автор Юрий Михайлович Зинько. Он подарил мне экземпляр своего такого увесистого труда основы христианской антропологии. Всякий раз, когда я беру в руки такой 900-страничный том, я испытываю недоумение, связанное с какой-то недостоверностью имени этой монографии. На одной ладони оказывается все христианство в его трудноописуемом многообразии. Тут и баптизм, и протестантизм. На другой ладони вся антропология, огромное количество авторов, включая Клодовы, Вестросы и других. И ладони эти совместить никак не удается. Юрий Михайлович в личной беседе, так ничтоже сумняшись, представляет себе церковный коридор, в конце которого находится слева исповедание, справа кабинет психоаналитика. Картинка забавная, но не более того. Не следует забывать, что он традицио и наджекто, противоречие в определении, в равной степени распространяется как на религиозную психологию, так и на религиозную философию. Философия